Юбилейный, десятый по счету, Конгресс предпринимателей Алтайского края объединил свыше сотни участников со всего региона. Программа недельного мероприятия подстроилась под современные проблемы малого и среднего бизнеса. Здесь и разговоры о последствиях от возможного введения прогрессивного налогообложения, разбора подводных камней, семейного дела и госзакупок, которые сейчас набирают популярность у ИПшников, затронули участники и тему развития креативной индустрии. И, собственно, весь запрос, такой внутренний, как предпринимательский, так и жители нашего региона, города, он в том, чтобы попытаться и надеяться собрать сообщество сильное, креативное, креативных предпринимателей, для того, чтобы развиваться либо в рамках какого-то пространства уже и создавать невероятные вещи для города, в том числе событийные площадки и развитие бизнеса. Одна из главных целей Конгресса – приобретение связей. Помочь в этом могут не только официальные переговоры, но и неформальные встречи. Например, Спартакеада, на которой бизнесмены будут соревноваться с командами министерств, отвечающих за сектор МСП. Еще один, абсолютно новый формат взаимодействия – ночь предпринимателя с возможностью выиграть грант. Предприниматели разделились на команды, решали бизнесовые кейсы, предлагали свои решения, как можно вести переговоры деловые, какие варианты финансирования могут быть для бизнеса. Жюри оценивало их предложение, их выступление. Соответственно, команда «Победитель» получила 100 тысяч рублей. Сегодня в сфере малого и среднего предпринимательства задействовано почти 400 тысяч человек. Несмотря на разного рода сложности, открыть свое дело стремятся многие. Изучают разные варианты поддержки со стороны государства, пытаются выигрывать гранты. Как отмечают сами предприниматели, стало больше возможностей для получения помощи и улучшения бизнеса. В этом году на развитие этого сектора экономики в регионе в целом заложили около миллиарда рублей. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.